здравствуйте дорогие друзья и снова мы с вами в санкт-петербурге и сегодня мы опять заглянем стены академии имени штиклица сейчас вы видите здание музея сюда можно сходить с экскурсией в данный период по интернету можно купить на определенное время билет и вы посмотрите замечательную экспозицию в прекрасных интерьерах это в основном предметы декоративно прикладного искусства которые покупал на аукционах основатель академии основатель этого музея барон штиглиц для того чтобы учащиеся копировали лучшие образцы европейского искусства это были и габелены и предметы из серебра керамики ну масса масса вещей часть которых сейчас находится в собрании государственного рометажа но в музее также есть интересные предметы которые можно сейчас посмотреть с экскурсоводом свободное посещение в данный период музей нет поэтому обращайтесь к интернету и там найдете информацию ну а вот этот такой песочного цвета здание здесь находится множество кафедр вот сейчас здесь вход для студентов вот через такую красивую решетку на которой висят плакаты выставок которые проходят в стенах академии и в других выставочных залах санкт-петербурга можно попасть в академию и собственно сегодня мы поговорим о рисунке рисунок базовый предмет конечно для художников для дизайнеров и во время своего посещения академии я сняла конкурс рисунка который висел в коридоре посмотрим на уровень рисунка на данный момент это не просмотр которые бывают семестровые просмотра это именно конкурсные работы точно не не берусь сказать какие курсы здесь участвовали ну просто сделаем общий обзор и посмотрим рисунки которые висят в коридорах на кафедре рисунка и на кафедре монументальной живописи вот так через центральную лестницу мы попадаем в коридор вот это фойе кабинета ректора и на стенах начиная от мисс махера мы можем видеть ректоров академии имени штиглица также стоят гипсовые слипки которых достаточно много ну и вот в этом следующем фойе проходил конкурс рисунка сейчас уже объявлены победители которые можно даже на сайте посмотреть просто не было немного времени и я сняла рисунки которые были представлены на конкурс и давайте посмотрим как вы видите рисунки в различных техниках это и карандаш и уголь и сангина и соус и были такие даже коллажного плана работы достаточно любопытно было на всю на это взглянуть но уровень рисунка достаточно разный могу ошибиться но мне показалось что это работа все-таки первых курсов хотя не уверена кафедры тоже не обозначена поскольку видимо условия конкурса был просто номер участника и собственно вот эти номера можно видеть и даже не могу сказать кто собственно стал победителем в данном конкурсе но сняла исключительно из таких целей для обучения возможно кто-то собирается готовиться в уху и он может посмотреть собственно какого плана рисунки делают студенты в мухе конечно это я думаю и разные кафедры и разные преподаватели и возможно даже но кто-то можно сказать серьезно начинается обучаться рисунка уже в мухе по старой памяти называем ухой поскольку когда-то она так называлась сейчас конечно это академия штиглица кто-то ходил на подкурсы кто-то возможно вообще заканчивал художественное училище и конечно это все дает различные стартовый уровень так скажем которым уже владеет сначала абитуриент а потом и студент вот на этот рисунок и обратила внимание как на достаточно крепкий такой уверенный рисунок потому что есть рисуночки совсем совсем слабые но конкурс хорош тем что именно ты можешь и других посмотреть и себя показать и как-то конечно же это помогает расти вот такая другая манера достаточно тонкая в рисунке это карандаш кажется с ангиной вот любят уголь студенты уголь прессованный или рисовали на это вот сразу такой рисунок становится более черный в прямом смысле все-таки графит он такую серебристые создает общий тон рисунка а уголь в этом плане гораздо экспрессивнее конечно часто на манеру ученика влияет манера студента вот обратите вот такая манера мягкая достаточно работой с формы где мы не видим такого проявленного конструктива когда там все скулы желваки играют и вот другой подход где явно учили человека все вот так несколько утрировать даже какие-то мускулы да есть такой подход есть такой подход в данном случае все-таки мне кажется надо смотреть на результат вот опять такая более мягкая манера я до мухи заканчивала училище тогда она называлась имени серого теперь она называется имени рериха и практически все преподаватели у нас были после академии художеств и преподаватели рисунка и преподаватели живописи поэтому в общем то я вас приняла скорее манеру рисунка академическую такую классическую а в мухе опять же называем ухой в училище в академии штиглица у нас был опять же преподаватель из академии художеств и опять же он тяготил к такой более классической манере точнее у нас был не один преподаватель ну вот на младших курсах у нас был такой юрий никоноров а заканчивали мы уже спинки нам вот опять такая конструктивная такая более манера жесткая а вот такие даже какие-то коллажные вставки ну кстати такой любопытный рисунок я не знаю стояла ли задача у этого конкурса чисто академическая или все-таки была задача какая-то и творческая вот здесь сложно понять поскольку мне кажется если бы поставить задачу именно творческого какого-то рисунка это было бы возможно интересно и чуть бы пытались отойти от какой-то академической задачи ребята ну если это задача академического рисунка то есть буквально это то что делают на постановках может быть и так но в принципе это уже не совсем самостоятельная работа мне кажется для конкурса неплохо поделать самостоятельные рисунки а если это учебная постановка то здесь может править и преподаватель и то есть это уже такая работа я бы сказала совместная преподавателя и ученика то есть ну такой учебный процесс идет который конечно же включает в себя пояснение корректировки ну я думаю все равно кому-то будет интересно взглянуть на такую подачу вот опять же такая не очень ухинская подача как мне кажется по штриховки по подаче объема и вот несколько конкурсных таких работ висела уже в другом коридоре на кафедре текстиля вот этот портрет разжевался девушке мне понравился возможно это более старший курс сложно сказать не знаю а вот еще два неплохих портретом а а а И вот это уже другой подход Это кисть, тушь Как мы видим, тут и цвет добавлен И интерьерные зарисовки Это уже не конкурсные работы А в фойе висели работы методического фонда В качестве образцов, когда у студентов есть задание Рисовать непосредственно интерьеры академии Видим, стоят гипсы Вообще интерьер академии, конечно, очень интересный Это и молодежный зал, и есть коридоры с лестницами Где множество арок И перспективу это рисовать действительно интересно Вот еще может быть и различное освещение И естественное, и искусственное Ну вот так кто-то рисует в коридоре гипсы Гипсы в основном рисуются на первом курсе Вот еще немножко интерьеров Ну а так в программу, конечно же, входит и портрет И обнаженная модель И более сложные постановки Вот так выглядит аудитория рисунка Стоят гипсы Ширмочка, где переодевается натурщик И вот такой подиум для натуры справа А амфитеатром стоят мольберты И располагаются студенты ярусами Тут может сразу заниматься не одна группа студентов И одновременно могут даже быть студенты С различных кафедр Так тоже бывает Ну а если выглянуть в окно То можно увидеть из основного корпуса Здание непосредственно музея Вот под стеклянным куполом Он находится и просматривается Со многих точек с летнего сада Вдалеке шпиль инженерного замка Там виден массив деревьев Михайловского сада Также можно увидеть летний сад Вот такой весенний Санкт-Петербург В этой аудитории тоже когда-то занимались и мы Немножко, конечно, такие ностальгические чувства охватывают Когда снова возвращаешься туда, где прошли студенческие годы А это рисунки уже кафедры монументальной живописи Которые также висят в коридоре Это, видимо, тоже работа из методического фонда Монументалисты учатся расписывать и потолки Поскольку это все относится к монументальной живописи И, конечно, у монументалистов формат рисунков и вообще работ Конечно, больше, нежели стандартные работы других кафедр Поскольку тут должен быть и глаз, и рука Поставленные на более какие-то масштабные вещи Соответственно, и масштаб работ самих рисунков Он другой Как мы видим, рисунки тут больше метра В общем-то, такие рисунки, кроме монументалистов А мало кто еще в мухе делает Также есть кафедра монументальной живописи Мастерская, вернее, монументальной живописи В Академии художеств имени Репина И кто знаком с этой кафедрой Или кто ходил на просмотре То тоже видели достаточно высокий уровень рисунка И крупные рисунки, опять же, и модели, и портреты Но манера мухи рисунка и манера Академии Несколько отличаются И, в общем-то, сразу это можно заметить В Академии художеств больше любят работать с освещением Я бы так сказала И с пятном рисунок мухи Предполагается, что он более конструктивный Но это все, конечно, достаточно условные Такое отделение Ну, это вот лично мое такое ощущение Ну, вот мастерская со стеклянным таким куполом Как мне сказали студенты Они на отделении монументальной живописи учатся 6 лет Я думала, вся муха сейчас разбита на бакалавриат и магистратуру Но вот мне студенты сказали, что нет у них такого И они сохранили полный цикл обучения 6 лет Хотя на некоторых кафедрах, как я понимаю, есть бакалавриат 4 года И потом, кажется, еще 2 или 3 года магистратуру Которую ты можешь заканчивать даже уже на другой кафедре И вообще в другом институте Это вот уже такая балунская, как я понимаю, система Или какие-то ее отголоски Ну, а мы видим вот различные техники А с графитом, фрески Это, опять же, техники работы со стеной Декорирование стены Желопись на стене различными В различных техниках Ну, вот так выглядит корендор монументальной живописи Мальперты Это самый верхний этаж академии И, соответственно, здесь есть мастерские С большими окнами И даже со стеклянными потолками Что в мухе встречается не так часто По материалу это, конечно, опять же и уголь И сангина И соус Вот рисунки пергамского алтаря Которая находится Копия пергамского алтаря Находится в мухе Ой, не в мухе А в молодежном зале Академии Штеглица И, насколько я понимаю, частью обязательной программы Сейчас являются зариксовки Именно пергамского алтаря Ну, они хороши Источные понимания Объема маскулатуры фигуры Ну, и, конечно же, в программе Зарисовки живой модели Композиционные, парные Зарисовки живой модели Зарисовки живой модели Субтитры сделал DimaTorzok В Академии Штиглиса существуют подкурсы, подготовительные курсы по рисунку, живописи. На кафедрах есть подготовительные занятия по композиции, поскольку на каждой кафедре есть свои особенности к подходу в композиции, свои требования, свои задачи. И если вдруг такие планы поступать у кого-то есть, я очень советую вам заранее узнать и посмотреть какие-то образцы композиции, которые вообще делаются на экзаменах, чтобы понимать задачи, которые будут стоять. Потому что иногда достаточно сложно бывает сориентироваться сразу. Это могут быть экзамены и не только где нужно что-то нарисовать, но возможно что-то сделать с листом бумаги, с объемом. Поэтому есть смысл заранее узнать, конечно, какие сейчас проходят экзамены. Если у кого есть возможность подготовиться, то лишним это не будет. Лучше делать, может быть, это за год. Ну а так выглядит аудитория живописи. На монументальной живописи пишут маслом. Основные же у нас на других кафедрах это, как правило, уаш, акрил. Вот так вот выглядит один из корпусов. Вообще в Академии три крупных здания. Вот это здание музея. Вот только что вы видели здание, где находится администрация и множество кафедр. И третье здание по Соленому переулку, немножко ближе к улице Чайкурского находится. Там есть кафедра физкультуры, средовой дизайн, дизайн, ну еще другие какие-то факультеты. Когда-то была столовая, сейчас я не уверена, что она есть. То есть вот три больших корпуса. Ну а мы можем полюбоваться декором дверей в музей. Вот такие львиные морды. Напомню, что архитектором этого здания был мисс Махер. Он же и возглавлял его. А так выглядят два парных фонаря с прекрасными пути. Вот вы видите, ручка отполированная. Сюда часто вставляют бетриенты, цветочки или кисточку, чтобы повезло на экзаменах. Трогают его за ножку. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео покажется интересным и полезным для многих. Подписывайтесь на мои каналы. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...